Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, прямой эфир. И сегодня гость нашей студии, директор Видновского ПТП Иванушкин Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо, что откликнулись на наше приглашение и пришли к нам в студию. И давайте эти 30 минут посвятим рассказу нашим телезрителям о вашем предприятии. Какие люди работают у вас, чем занимаетесь. И сразу первый же вопрос. Давайте познакомим наших телезрителей о жизнедеятельности нашего Видновского ПТП. Еще раз добрый вечер, уважаемые телезрители! Если говорить и рассказывать о нашем предприятии, то это славное предприятие. В сентябре текущего года мы будем праздновать уже 55-летний юбилей. Мы являемся предприятием государственной формы собственности. Входим в головное предприятие государственного унитарного предприятия Московской области МОС «Трансавто». Мы являемся филиалом этого предприятия. Подобных предприятий по районам и городам нашей области 34. Мы обслуживаем в целом Ленинский район со всеми муниципальными образованиями. Основное предназначение нашего предприятия – это пассажирские автомобильные перевозки. Этим мы и занимаемся уже на протяжении 55 лет. Коллектив насчитывает порядка 550 человек и занимается этой работой. Если говорить в целом о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении основных технико-экономических показателей, то я с удовлетворением должен отметить, что и в 2013 году, и вот по итогам 4 месяцев текущего года, предприятие наше однозначно на плаву. Одно из, пожалуй, лучших в системе МОС «Трансавто». Мы выполняем все основные технико-экономические показатели. Я не буду детализировать их, но в принципе должен сказать, что основные показатели, как выполнение рейсов у нас на достаточно высоком уровне, более 98%. Ну и основной такой показатель, как сбор доходов, мы его выполняем и даже выполняем, будем говорить в соответствии с дополнительными планами. Владимир Николаевич, этой зимой в городе Сочи состоялись Олимпийские игры и Паралимпийские игры. И я знаю, что наше видновское ПТП принимало непосредственно участие, перевозили гостей, перевозили участников зимних Олимпийских игр. Вот расскажите немножко поподробнее об этом участии, в этом, назову так, историческом событии для нашей страны. Вы знаете, это огромная честь для нашего предприятия, в целом для нашего московского региона, то, что действительно государство предоставило право московскому региону представлять и перевозить, будем говорить, всех гостей и участников этого международного спортивного форума, именно предприятию, государственный форум в собственности МОСТ «Рансафт». Я вам должен сказать, что, в общем-то, правительство оказало такую честь Санкт-Петербургу, Татарстану и Московской области. Москвичей не было, кстати, могу сказать. Поэтому, и опять-таки, отмечая это, хочу сказать, что если пропорции какой-то говорить, то Татарстан и Питер, они направили порядка 100 единиц транспортных средств. Все, что касается Московской области и нашего предприятия в целом, и моих коллег, мы направили туда 709 единиц транспортных средств. Поэтому вы понимаете, что основная нагрузка, естественно, по перевозке гостей, паралимпийцев, олимпийцев, пресса и так далее, это выпало прежде всего на плечи наших, будем говорить, перевозчиков Московской области. Ну и вот такая вот честь выполнена нашему предприятию, учитывая, что мы являемся филиалом МОСТ «Рансафт». Значит, могу с удовлетворением сказать, конечно, что правительство Московской области, да и не только, и федерация сделала большое усилие, прежде всего, на подготовку подвижного состава. К этой олимпиаде были подготовлены новые принципиальные автобусы марки «Голицынского производства», значит, различные вместимости, «Голазы-62-28», «52-21». Вот, нам под участие под программой было выделено 25 автобусов различной модификации, мы их готовили, мы их осваивали, естественно, учили водительский состав. И, исходя из этого, мы эти все 25 автобусов направили на транспортное обслуживание Олимпиады. Значит, естественно, их обслуживали наши водители, поэтому мы учили, готовили, отбирали наиболее достойных олимпийцев. И вот с нашего предприятия 47 водителей принимало участие. Кроме этого, хочу сказать, что мы туда два эвакуатора отправляли, это еще четыре водителя, и три специалиста инженерно-технического состава было. Вот вы так хорошо сказали, готовили олимпийцев, и прям вот действительно можно ваших сотрудников назвать по праву такие олимпийцы, что они тоже принимали участие в проведении данной Олимпиады. Вы знаете, я разовью, конечно, попозже эту мысль, но действительно большая честь была, заслужили достаточно высокую оценку, и вот наши люди там работали. Работали непростые. После Олимпиады удалось поговорить с этими людьми, как вообще их настрой был, как прошла Олимпиада? Пускай они, может быть, какие-то не видели спортивные соревнования, но вот этот дух спортивного азарта, вот эта вот действительно какая-то необыкновенная эмоция и энергия людей, которых они перевозили. И раздалось им это. Вы знаете, люди заразились, безусловно, этим мероприятием. Они действительно, в общем-то, мы их направляли и говорили, вы, в принципе, герои уже сейчас, да? А возвратившись оттуда, они рассказывали очень много. Действительно, приходилось работать трудно, непросто. Все мы это понимаем. Поэтому, ну могу однозначно сказать, в грязь лицо люди не ударили. Поэтому мы слышали с вами оценку и президента России Владимира Владимировича Путина, и всех, будем говорить, представителей Международного Олимпийского комитета. И в том числе было отмечено, в том числе, транспортную отрасль, что сработало просто на отлично. Поэтому, ну, ребята приезжали с огромным таким вот запалом, рассказывали о том, что они видели. Может быть, видели действительно не так много, но что-то удалось. Хотел бы напомнить нашим телезрителям 541-25-40 и 547-08-13. Телефоны прямого эфира. Звоните, сегодня мы обсуждаем и встречаемся с директором Видновского ПТП. Владимир Николаевич, следующий вопрос. Ну вот, насколько я могу судить, в большинстве своем автобусы ПТП устарели морально, может быть, и физически. Вот, что планируется сделать для того, чтобы поменять подвижной состав вашего предприятия? Ну, я тогда возвращаюсь к предыдущему вопросу. Еще раз скажу о том, что, в принципе, вот под Олимпиаду уже было подготовлено, да, и это была поставка вот этих ГАЛАЗов в конце 2013 года. Поэтому мы с удовлетворением для нашего предприятия действительно много автобусов, особенно большой и особо большой вместимости, устарели, требовали обновления. Ну вот, очень приятно, что вот эти 25 автобусов не просто нам дали на время, и мы поработали на Олимпиаде, и у нас их куда-то забрали, или оставили пример, да, в том же Краснодарском крае. Нет, мы знали заранее, что мы достойно обслужим, и эти автобусы вернутся к нам в наше предприятие, и мы на благо Ленинского муниципального района и нашего славного города Видное будем работать на населении, на пассажира. Поэтому мы знали о том, что эти 25 автобусов к нам вернутся, они вернулись. И я думаю, сегодня уже видят наши пассажиры о том, что эти автобусы достойно работают, и, в общем-то, вписались в маршрутную сеть Московской области. Какой-то первичный этап времени они с брендом «Сочи» работали, потом мы их разбрендировали, но они работают. И более того, скажу, что и, в общем-то, эвакуаторы два вернулись, которые просто чисто с технологической точки зрения, они нам необходимы. Но это не все. Это не все, потому что мы в конце 2013 года по определенной программе, значит, через систему МОС-Трансавта получили в аренду четыре автобуса «Волгобас», которые на сегодня, в общем-то, имеют места для маломобильных населения, для инвалидов. И мы четыре автобуса такие уже, в общем-то, тоже на маршрутах регулярного сообщения используем. Кроме этого, кроме этого, должен с огромным удовлетворением сказать, и вот не боюсь какого-то такого пафосного слова, что губернатор Московской области, значит, Воробьев Андрей Юрьевич, уделяет нашей отрасли транспортной значительное внимание. Почему? Потому что вот принята областная целевая программа по развитию транспорта на 2014-2015-2016 годы. Что она предусматривает прежде всего? Это предусматривает прежде всего поставку нового подвижного состава. Что для нас, я имею в виду, для нас не только в рамках Ленинского муниципального района, но и в рамках 34 филиалов, о которых я говорил, системе МОС-Трансавта, значит, просто жизненно необходимо. И вот уже было принято решение, и в текущем году все эти автобусы будут поставляться только отечественного производства, Ликинского автобусного завода. Я могу буквально привести несколько цифр, что по области планируется поставить в текущем году 455 автобусов, в 2015 году 593 автобусы, и в 2016 году 567 автобусов. Что касается непосредственно нашего предприятия из этой программы уже, значит, и по этому году, мы уже в текущем году получили 17 автобусов марки Лиас 52-92. Это современные, поверьте мне, современные автобусы. От них, по сути дела, название осталось только Ликинский автобусный завод. Все оборудование, по сути дела, импортное, начиная от мотора, коробки и так далее, и так далее. Низкопольный автобус большого класса для городских перевозок, пассажировместимость до 114 человек, значит, 28 посадочных мест, оснащен системой наклонок кузова, также для перевозки инвалидов. Ну, то есть, это современная модель. Кроме всего прочего, до конца текущего года по этой же программе, во всяком случае в проекте есть, значит, наше предприятие должно получить автобусы средней вместимости, Лиас 42-92, длиной они 9,5 метров и вместимостью 75 человек, и мы ожидаем поставку 11-12 единиц транспортных средств. Поэтому мы с огромным удовлетворением обновляем парк подвижного состава, прежде всего, большой вместимости. На сегодня есть проблематика с автобусами малой вместимости. Вы знаете о том, что мы на сегодня используем, прежде всего, Мерседес и Спринтер, автобусы малой вместимости. Так называемые маршрутки. Да, как в народе их называют маршруты, да. Им уже по 6-7 лет, поэтому, естественно, требуется обновление вот этого парка подвижного состава. Но, опять-таки, я повторюсь, что мы являемся филиалами, и, как правило, у нас вопрос решается на уровне генерального директора МОС «Трансавта». Прорабатывается вопрос и замена автобуса в малой вместимости. Надеюсь, что в этом году какие-то подвижки в этом плане будут. Скажите, пожалуйста, расскажите нашим телезрителям и мне, какие мероприятия проводятся для улучшения транспортной доступности, качества обслуживания нашего населения. Как вы работаете в этом направлении? Ну, в этом направлении я хочу сказать, что, несмотря на то, что мы предприятие государственной формы собственности, тем не менее, мы постоянно думаем о доходах. Это понятно, да. На сегодня никто, никого, манной небесной ниоткуда не сыпется. Поэтому предприятие должно думать, как выживать, как работать. И, естественно, мы не только об этом думаем, но мы понимаем, что наше счастье только в развитии маршрутной сети. Поэтому мы, естественно, ни от чего не отказываемся. Я имею в виду, а я скажу о том, что ряд, допустим, коммерческих перевозчиков оставляют определенные маршруты. И, естественно, мы думаем над развитием маршрутной сети. Ну, например, к нам были неоднократные обращения с учетом строительства 6-го микрорайона. И мы, в общем-то, с 1 января текущего года начали обслуживать наше население городским маршрутом номер 9. Станция Расторгуева, значит, 6-й микрорайон. Причем этот маршрут обслуживается в режиме перевозок по регулируемым тарифам. Это значит, с предоставлением всех социально установленных льгот. Сразу хочу оговориться о том, что мы работаем по контрактам, прежде всего, с администрацией Ленинского муниципального района, с городским поселением, видное, с Молоковским, значит, сельским поселением, ну и с Министерством транспорта Московской области. Поэтому для нашего предприятия, прежде всего, это дальнейшее развитие маршрутов. Значит, вы помните о том, что у нас часть территории отошла в Москву. Мы в свое время потеряли энное количество маршрутов, но я могу сказать, что на сегодня мы уже большее количество маршрутов приобрели. Мы сегодня 22 маршрута обслуживаем, 6 из них, будем говорить, городского сообщения и 16 пригородного. Так вот, продолжая эту тематику по развитию маршрутной сети, я хочу сказать, что с начала года текущего был такой перевозчик, альтернативный в нашем регионе, компания ООО «Автокарс». Ну, они просто-напросто оставили, или бросили, можно так сказать, обслуживание 27 маршрута. Видите ли, с точки зрения экономической, он оказался им невыгоден. Его наименование станции Ленинска – Мещерин. Значит, понимая значимость для населения, что такое этот маршрут, значит, были письма, были обращения администрации района, нашего головного предприятия. Мы не оставили этот маршрут, и на сегодня, в общем-то, мы его с 1 января взяли на обслуживание работы. Такая же абсолютная ситуация была по обслуживанию Молоковской среднеобщеобразовательной школы. Один из перевозчиков коммерческий посчитал нецелесообразным его обслуживать. С 1 января текущего года мы его тоже взяли на обслуживание. Ну, дополнительно хочу сказать, что по контракту с администрацией городского поселения в Орке-Ленинской мы тоже в этом направлении работаем. Что еще? Что хочу сказать? Что, естественно, вы знаете, маршрутная сеть, она как живой организм. То есть пассажиропоток меняется, поэтому приходится принимать такие вот экстремальные решения оперативные для того, чтобы улучшить вот эти вот перевозки. Но я прежде всего сказал бы о, опять же, 6-м микроайоне с доставкой к станции метро Домоделовской. Вот с 14 мая текущего года введен в эксплуатацию дополнительный автобус большой вместимости на межсубъектном маршруте 471. Видно из станции Расторгуева, Москва, метро Домоделовской. Причем также это в режиме регулярного перевозок с предоставлением всех установленных законодательных льгот. Вот. Что еще могу сказать? Значит, есть у нас такое направление, как жилой кооператив Новомолоков. Вот там тоже работал альтернативный оператор. И он, собственно говоря, к этому Новомуолокову прекратил доставки. Да-да, там ходил не ваш маршрут, да, был. И вот мы на сегодня, значит, организовали дополнительный выход пригородного межсубъектного маршрута в рамках 367 маршрута Володарского, значит, Москва, метро Домоделовской режиме, также регулярных перевозок по регулированным тарифам. С заходом как раз с укороченной трассой Новомолоково-Москва-Метро Домоделовской. Вот. Что на перспективу могу сказать? Значит, то в целом согласованы, в 2015 году, мы надеемся, будут внесены изменения уже в действующем межсубъектный маршрута 379-й, это станция Бутова-Расторгуева, с продлением до станции бульвара Дмитрия Донского. Это опять же по просьбе населения. И мы полагаем, что на 1040 маршруте, это в Атутинке, видны, мы организуем заезд в поселок Измайлово. Ну и дополнительно хочу сказать, что мы всегда традиционно делаем, ну уж по меньшей мере, раз в полгода обследование пассажиропотока, и, как правило, мы делаем совместимым расписание с электропоездами, что немаловажно для нашего населения. Я абсолютно с вами согласен. Владимир Николаевич, такой вопрос. Город Видный растет, вы называли шестомикой район, дальше там тоже уже разведки идет, деревня Тарычево застраивается. Скажите, насколько строители с вами, не знаю, либо советуются, либо вы даете им какие-то определенные условия технические, куда должен заходить автобус, где-то, может быть, разворотный круг должен быть. В этом направлении предприятие насколько тесно контактирует со строителями? Потому что по-любому в новые микрорайоны транспорт должен заходить. Безусловно. Вы знаете, я хочу сказать, что очень позитивные тенденции в этом плане наметились. Почему? Потому что действительно, если раньше строили, как правило, об объектах транспортной инфраструктуры забывали. А потом, естественно, об этом всегда вспоминали, потому что везде население. С удовлетворением хочу сказать, что и администрация, и городская, и районная, и я благодарен Иоскову Александру Евгеньевичу, и Варенику Илариону Валерьевичу, как куратору транспортной отрасли, они на сегодня в этом плане очень правильно понимают, что без развития транспортной инфраструктуры в новых микрорайонах делать просто нечем. Поэтому при, будем говорить, согласовании проектно-смертной документации, мы однозначно к нам приходят, причем приходят даже порой не по нашей инициативе, приходят застройщики. И мы, естественно, свои пожелания им в этом плане высказываем. Понятно, они специалисты в своей отрасли, мы специалисты в транспортной отрасли. Поэтому мы в проектно-смертную документацию свои, так сказать, пожелания вносим, где какие разворотные круги, какой, так сказать, какого диаметра, где заездные карманы, где какие автобусные павильоны и так далее. Поэтому очень позитивная динамика в этом плане есть. Давайте поговорим и вот еще о чем, о проблемах. Есть ли какие-то внешние проблемы, которые, может быть, не зависят от вашего предприятия, но их все равно решать необходимо? Ну, вы знаете, я о многих проблемах не буду говорить. Я, может быть, на двух остановлюсь. Одну такая, все-таки, трудно сказать, внешняя или внутренняя. А следующая, это все-таки без вмешательства, будем говорить, извне ее не решить. Ну, первое, это проблематика все-таки кадров. Это я говорю о своем предприятии. И это, поверьте мне, проблема не только нашего филиала, но это проблема, будем говорить, ну, всей отрасли. Отрасль все-таки стареет. Это первое. Второе, значит, вы понимаете, что государственные предприятия, и мы ограничены, естественно, в фонде заработной платы. Все идет централизация определенная через головное предприятие. Поэтому уровень заработной платы, он не низок, да, не низок однозначно, я хочу сказать. Но человеку всегда хочется большего. Конечно. Вот. А учитывая, что мы пассажирское предприятие, поэтому основной контингент у нас это водители, кондукторы. Так вот, поверьте мне, что водительского и кондукторского состава на сегодня явно не достает, явно не хватает. Причем, вы знаете, я все-таки себя отношу к человеку, как к руководителю, относительно справедливому, но относительно, ну, и одновременно жесткому в плане дисциплины. Поэтому я не терплю людей, которые, ну, мягко говоря, халатно относятся к предприятию. Поэтому на предприятии у нас дисциплина, с моей точки зрения. Вот. И работают достойные, как правило, люди. Но вместе с тем на сегодня хотелось бы укомплектованность иметь большую, прежде всего, по водительскому составу и по кондукторскому. Вы понимаете, мы на сегодня не в вакууме находимся, есть альтернативные перевозчики, в том числе и троллейбусный парк. У нас имеет быть совсем недалеко, у нашей коллеги, филиал Домодедовской ПТП. Ну, и я могу сказать, и ложку дегтя определенную носит и Мосгортранс в виде 16-го автобусного парка. Это, ну, наши добрые товарищи, но одновременно конкуренты. А зарплата у москвичей несколько выше. Поэтому вы понимаете, миграция, будем говорить, вот этого водительского кондукторского состава, она имеет быть. Но вместе с тем мы с этим занимаемся. Пришел вопрос от нашего телезрителя. «Хочу устроиться к вам на работу водителем. Какие условия труда и какая зарплата?» Видите, и хорошо, что мы встречаемся, да? Может быть, действительно наш эфир поможет укомплектовать штаз сотрудников. Значит, я сразу назову для желающих, что по вопросу трудоустройства, естественно, надо обратиться в отдел кадрового нашего предприятия. Значит, всем желающим прошу записать телефон. 8-495, код 541-63-55. Значит, водительский состав к нам требуется. Значит, с категорией D обязательно. Значит, я вам могу привести на сегодня составляющую, что средняя зарплата водителей на сегодня, она от 49 до 60 тысяч рублей. Колеблется в зависимости от маршрута и в зависимости, будем говорить, от количества отработанного времени. Если кого-то интересуют другие категории, ну, у кондукторов, понятно, поменьше, там до 30 тысяч рублей. Спасибо огромное. Давайте идем дальше. Вы знаете, ну, так уж складывается, это, наверное, во все времена так было, что транспорт и ЖКХ – это самые такие отрасли, которые чаще всего вызывают нарекания. Разные бывают факторы, но в большинстве своем, как правило, это порой грубость и хамство, что уж тут скрывать, да, какое-то недопонимание между водителями, кондукторами, да, и, соответственно, пассажирами. Вот скажите, если происходят какие-то конфликтные ситуации, какие меры принимаются к нарушителям, назову, дисциплины? Ну, во-первых, я хочу сказать о том, что все-таки мы стараемся, чтобы этих нарушений как можно меньше было. И прямо вам хочу сказать, что, принимая водителей и кондукторов к себе в предприятии, я лично каждого принимаю и беседую перед тем, как подписать заявление о приеме на работу. И я рассказываю о тех требованиях, которые необходимы для того, чтобы работать в данной должности. Я могу сказать, что у меня девиз примерно такой, я им всегда говорю, как в торговле покупатель всегда прав, так и в транспортной отрасли пассажир всегда прав. Поэтому, если вы идете в транспортную отрасль, поэтому будьте всегда культурны, вежливы, обеспечьте безопасность дорожного движения. Что касается все-таки к нерадьевым сотрудникам, а такое, естественно, есть, и чего тут скрывать, да? Мы знаем это, и жалобы определенный поток бывает, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, я могу сказать, что, ну, во-первых, у нас есть такой отдел по сбору доходов, да, который функционально выполняет не только вот эту по названию функцию, но прежде всего следит за дисциплиной. Кроме того, у нас на всех автобусах поставлено навигационное оборудование, мы следим за тем, как выполняется расписание. И у нас очень хорошо поставлена работа дисциплинарной комиссии. Вот на этой дисциплинарной комиссии мы ни одного нарушителя не пропускаем. И я хочу сказать, что сам, как руководитель, занимаю жесткую политику в этой связи и принимаю к этому, ну, естественно, адекватные меры. Владимир Николаевич, но мы же должны понимать, что порой в тех или иных конфликтных ситуациях не всегда виноваты бывают сотрудники, ну, не знаю, ПТП назовем, да? Ведь порой и сами граждане провоцируют работников на те или иные конфликтные ситуации. Вот вы знаете, вы очень хороший вопрос подняли. Я вот в продолжение первого вопроса, как бы, вот из этой тематики хотел его продолжить. К сожалению, да, к сожалению, и пассажир бывает настолько, ну, не всегда тактичен в отношении водителя, кондуктора. Поэтому я сегодня выступаю вот на прямом эфире, очень бы хотел попросить, да, не надо, будем говорить, провоцировать, да, не надо провоцировать, потому что, ну, вот, везде действует законодательство. Просто так ничего нельзя сделать. Ну, к примеру, иногда пишут, уважаемый Владимир Николаевич, я захотел, чтобы меня высадили вот тут, а меня здесь почему-то не высадили. Не имеет права это делать водитель. Все расписано в законодательстве. Водитель останавливается строго на установленных автобусных остановках, которые предписывают паспорт маршрута. Есть понимание паспорт маршрута, который утверждается, ну, на уровне Министерства транспорта Московской области. Если он остановится в неположенном месте, его контрольно-надзорные органы просто-напросто накажут. Более того, могу сказать, вот мы многие, да, так вот мы воспитаны, менталитет. Да не надо нам этот билет, не надо. Водитель дает, не надо. Кондуктор дает, не надо. Вот когда не дает, мы его наказываем. Но когда дает, почему не берем? Ведь это основной документ на случай, не дай бог, ДТП. Не дай бог, ДТП. Поэтому я сегодня, выступая в прямом эфире, очень бы хотел призвать вот наше население, пассажиров, ну, понимать, что есть зона ответственности, будем говорить, водительского кондукторского состава, и есть зона ответственности все-таки пассажира. Поступают еще вопросы от наших телезрителей. Почему последний автобус 364-го маршрута, который отправляется от метро до Магидовска, идет только до ПТП? А как добираться до дома, если живу на школьной? Ну, я могу сказать следующее. У нас ведь 364-й маршрут, и не только один 364-й маршрут. У нас с вами городские маршруты есть. Можно пересесть потом просто от ПТП до улицы школьной. В принципе, если условно назовем последний автобус идет от метро до Магидовска в 11 часов вечера, дойдем 30 минут, полдвенадцатого, то есть полдвенадцатого человек еще сможет. Конечно, то есть есть пересадочные сообщения у нас, а это расписанием установлено так движение. Ясно, идем дальше. Еще один вопрос от нашего телезрителя. В московском метрополитене несколько лет практикуется бесплатное распространение печатных изданий. Возможно ли подобное в нашем Виндовском автобусе? Вы знаете, это не только возможно, но мы уже это начали применять. Значит, хочу сказать, что в наших 60 автобусах размещены лотки, так называемые, в которые мы раскладываем на сегодня областную газету ежедневной новости Подмосковья. То есть можно просто взять, пока ты в пути, почитать газету? Абсолютно правильно. Причем эта газета распространяется на бесплатной основе. Для чего это делается? Ну, надо понимать о том, что на сегодня пришла новая команда, губернатор, и делается крайне много, но не всегда и не все люди знают о том, что делается. И если делается, я имею в виду в Московской области, и если кто-то что-то знает, что делается в Ленинском муниципальном районе, так порой не могут знать, что у соседа делается в Подольском, Домодедовском и так далее. А делается огромная и колоссальная работа. Владимир Николаевич, у меня к вам встречное предложение. Давайте, не знаю, может быть, газету «Виновские вести» может быть сделать лоток. И, как говорится, да, люди могут почитать газету, занять себя во время пути. И у нас наладится сотрудничество. Вы знаете, я готов рассмотреть этот вопрос. Более того, перед нами головное предприятие поставило задачу во всех автобусах сделать подобные лотки. Поэтому вопросу мы этому уделяем большое внимание. Я думаю, расширим. И, в общем-то, будет интересно. Будет интересно. Спасибо. Еще один вопрос от нашего телезрителя. Будет ли увеличиваться количество автобусов 379 маршрута? Вы знаете, отвечая на любой маршрут, на любой вопрос касаемый увеличения количества транспортных средств, могу сказать следующее. Просто так, стихийно, это ничего не делается. Значит, для того, чтобы увеличить количество транспортных средств, ну, первое, надо знать пассажиропоток. Если есть там дополнительный пассажиропоток, мы готовы рассмотреть. Сразу хочу сказать, что в нашем предприятии на сегодня достаточно количества транспортных средств для того, чтобы увеличить транспортную работу. Но, повторюсь о том, что на сегодня есть маршруты с регулируемым тарифом, то есть по контрактным обязательствам между нами и, к примеру, муниципалитетом или Минтрансом. И там проплачивается определенное количество объемов авточасов. И мы их должны выполнять. Если нам закажут большее количество авточасов, мы их будем больше выполнять. Что касается коммерческой работы, то это самоокупаемая, так сказать, работа. Поэтому еще раз говорю, прежде всего пассажиропоток и потом уже добавление количества транспортных средств. Владимир Николаевич, остается буквально одна-две минутки, а еще поступают вопросы. И вот один из них от меня. Винновское ПТП не является муниципальным предприятием, но достаточно активно участвует в жизни Ленинского района. Давайте об этом поговорим, вот в этом аспекте. Насколько удается правильно организовать вот эту, назову, дружбой, да, Винновского ПТП и Ленинского района? Вы знаете, наше предприятие абсолютно все посылы, которые на сегодня посылает нам администрация Ленинского муниципального района, руководство Московской области, городское поселение Винное, принимает правильно, потому что мы понимаем, что это во благо населения, прежде всего. Я могу сказать, что мы на сегодня принимаем во всех абсолютно мероприятиях, которые проходят у нас в рамках, будем говорить, Ленинского муниципального района. Я уж не говорю о том, что мы, естественно, все мероприятия обслуживаем своим транспортом, как правило, потому что мы здесь, по сути дела, слава Богу, единый перевозчик, за что я благодарен, собственно говоря, и главе города, прошу прощения, главе района Сергею Николаевичу Кошману и исполняющему обязанности главы городского поселения Винное, Ускову Александру Евгеньевичу. У нас на сегодня нет альтернативных перевозчиков, которые на сегодня рвут какую-то работу. Я знаю, что это такое, когда энное количество перевозчиков. И мы достойно работаем. Но все, что касается общественной работы, могу сказать, все субботники мы принимаем участие однозначно. Вот был субботник апрельский. Перед этим принимали участие в фонде благотворительного труда, перечислили более 120 тысяч рублей. Следующий момент, который буквально перед апрельскими праздниками, но праздники я в старом понимании слова могу сказать, кто помнит и чтит Владимира Ильича Ленина. Вы, наверное, знаете о том, что был совершен акт вандализма в горках ленинских. На Каширском шоссе. Да, да, да. Распил определенный, хотели демонтировать этот памятник. Могу сказать, что вмешались члены коммунистической партии Российской Федерации нашего района. Ну и прежде всего ко мне обратились руководство Ленинского муниципального района. Мы думали, потому что взяться и за восстановлением обратились, естественно. Значит, понятно мы, что предприятие транспортное. Но, в общем-то, нашлись у меня достойные специалисты, сварщики, которые смогли по бронзе работать. Работали энное количество дней. Мы восстановили достойно этот памятник шагающему Ленину. И, в общем-то, вот те сотрудники, которые принимали самое активное участие в этом плане, получили благодарности от главы Ленинского муниципального района. Поэтому мы однозначно вместе с городом, вместе с районом. Спасибо. Спасибо огромное за то, что пришли, ответили на многие вопросы. И в конце хотелось бы пожелать всем вашим водителям, как говорится, хорошей дороги, а всем руководителям нашего города, чтобы эти дороги поддерживались в надлежащем состоянии в виде. Примите как наказ. К примеру, Белокаменное шоссе. Белокаменное шоссе – это просто безобразие, да, безобразие, которое, к сожалению, еще есть, да, хоть чуть не сказал где-то далеко в горах, но не в нашем районе, к сожалению, в нашем городе. Спасибо, что все это время были вместе с нами. Всего доброго и до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.